Привет всем! Я тут по одной ссылке вышел на сайт и потратил время на его изучение. А сайт принадлежит организации, которая называется Всероссийское родительское сопротивление. Возможно, вы о нем слышали. И по названию, и по духу организации понятно, что с одной стороны они явно ищут отзвуков и созвучий с временами Советского Союза, с другой стороны выступают противниками перспективных тенденций. Всякого изврата, который сейчас идет по всем каналам. Типа однополые браки, ювенальная юстиция, особое внимание уделено отобранию детей, изъятию детей из семей и передаче их во всякие там коммерческие, полукоммерческие структуры. У них очень хорошая шпаргалка по семейному насилию. Вот эта картинка про 14 тысяч убитых женщин ежегодно в семье смертельных жертв домашнего насилия. Эта картинка вынесена прямо на главной странице сайта и, я так понимаю, можно ее вставлять куда-то, когда вам нужно вот на форуме или там в обсуждении быстро поднять данные. То можно тут картинку прям вставлять в постинг или еще во что-то. Между прочим, в добыче этих данных вроде бы даже помогала лично Елена Мизулина. И что касается законов о домашнем насилии, так называемом, то им нужно поставить пять с плюсом. Они, в общем, активно работают против этой темы, аргументировано. Что не очень очевидно, руководителем, председателем этой организации является супруга Сергея Кургиняна. Если вы хоть чуть-чуть следите за политической жизнью, то наверняка знаете, кто это такой и чем он занимается. И вот какая интересная вещь. С одной стороны, РВС использует и называет себя сторонником традиционных ценностей, выступает за защиту традиционных ценностей. Среди прочего, они подготовили целый пакет законопроектов и стараются их там продвигать и лоббировать через какие-то свои связи. Я потратил время и перечитал практически весь этот пакет, который они предлагают, ожидая увидеть из него, что, собственно, они имеют в виду под традиционной семьей. Как они ее себе понимают? Что это такое? То есть, мне были интересны отношения к ключевым вопросам. Матрилинейность и матрилокальность. Тем более, что я хорошо представляю себе, какую политику в этих вопросах вел Советский Союз. А также побочные вопросы матрилокальности. Алименты, отчуждение родителей и так далее. И вот что, к сожалению, должен констатировать. В меру того, что я увидел в этом пакете документов, ни единого слова не посвящено вопросам ни матрилокальности, ни матрилинейности, ни алиментов, ни родительского отчуждения, ни каких-то там прав родителей. Целая куча очень серьезно проработанных вопросов, связанных с изъятием детей из родных семей и передачей их в какие-то там государственные или полугосударственные структуры. И совершенно правильно приведены аргументы против, почему политику, которая сейчас ведется, нельзя вести, ее нужно разворачивать местами на 180 градусов. Совершенно проигнорирован тот факт, что основная часть отчуждений детей происходит не через государственные структуры. Основная часть детей отчуждается одним родителем, и мы знаем каким, от другого родителя, и мы знаем какого. При этом отчуждаемые родители еще и платят за это деньги, его заставляют платить деньги, либо как-то еще материально компенсировать. Другими словами, поскольку РВС воспринимает алименты как облака и деревья, часть природы и часть традиции, остается заключить, что под традиционной семьей они понимают советскую семью. Я, конечно, понимаю, что все в мире относительно. Если сравнивать, например, советскую семью с однополой семьей, то можно в кавычках назвать ее более традиционной, с другой стороны, если иметь в виду однополые семьи, состоящие из мамы и бабушки, то получится, что и по традиции однополых семей тоже, в общем, советская традиция недалеко ушла от современного мира. Но главное, конечно, и в этом, наверное, суть времени, называть советскую семью традиционной, это означает вообще не иметь никакого представления о том, что такое традиционная семья, что такое традиционная система. И шире, если брать, так сказать, антропологию и религиоведение, что такое традиция вообще. Получается перед нами живая демонстрация, что враг моего врага вовсе не обязательно мой друг. Вы бы стали голосовать за то, чтобы восстановить институт семьи, как он был при Советском Союзе? Если бы об этом спросили меня, я бы удивился, я бы сказал, а что, собственно, радикально изменилось в семейной структуре со времен Советского Союза? Вот в 1917-18 году, да, там были сильные перемены. Какие перемены были там в 1991-1993 годах? Не знаю. У нас и поныне ряд вопросов решается на основании мнений пленумов Верховного Суда СССР. Так что спасибо РВС за то, что они делают в противодействии некоторым модным законам. В то же время в глобальном смысле, мне думается, нам с ними не по пути. Потому что слона в комнате они склонны не замечать. Причем именно того слона, которого в комнату поместил Советский Союз. Можно было бы даже аргументировать, что то, что мы имеем сейчас в семейном институте, это все ростки, которые были посеяны при помощи и во время СССР. Они являются логичным продолжением. И это не предел. Подводя черту, чтобы называть себя традиционалистами, недостаточно считать, что семья – это союз мужчины и женщины. Союз – союз – рознь. Всем пока, удачи. Ссылку на программу «Реформ РВС» вставляю в описании. Счастливо!